Рейд еще не успел начаться, а нарушители уже есть. Юноша и девушка вдвоем на электросамокате. В госавтоинспекции говорят, что это одно из самых частых нарушений. Успевай только ловить. Второе место. Забывают водители электросамокатов и велосипедов спешиваться на пешеходных переходах. Такие нарушители тоже есть. Все пойдут. Штраф за езду по пешеходному переходу 500 рублей. За пассажира, которого на электросамокате быть не должно 800. Для понимания, аренда такого железного коня через приложение 300 рублей в час. То есть штраф за пассажира это практически 3 часа катания на самокате. За ту же цену можно взять 2 электросамоката и покататься 1,5 часа. Тем не менее, всегда есть те, кто предпочитает сэкономить. Вместе с инспекторами в рейде по электросамокатам участвует и инспектор по делам несовершеннолетних. И пока сотрудница разговаривает с родителями, в госавтоинспекции провели небольшую беседу с самими водителями сим. Что? Что там написано? Можно по-моему, я не знаю. А как? Что на трепетах будет? Да. Да? Спешно. Штраф за еду с пассажиром, напомним, 800 рублей. Для примера, за непристегнутый ремень водителю придется дать тысячу. Так что большая это сумма штрафа или нет, каждый решит для себя сам. Но в таких рейдах речь идет не о деньгах, а о безопасности движения на электросамокатах. С начала года в Рязанской области с участием электросамокатов зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили различные травмы. В том числе в данных ДТП травмы получили 8 детей. Июнь 2019-го. Перекресток улиц Дзержинского и Ленинского комсомола. Тут совпали сразу два фактора. И водитель на красный проехал, и самокатчик на переходе не спешился. Кстати, штраф за проезд на красный – тысяча рублей. Штраф за то, что самокат не спешился вдвое меньше – 500. Суммарно – полторы тысячи при хорошем исходе. При плохом – человеческая жизнь. Согласно пункту 24.6 правил дорожного движения, если движение лица, использующего СИМ в случаях предусмотренных ПДД по тротуарам, пешеходной дорожке, обочине, в пределах пешеходных зон, подвергает опасности или создать помехи для пешеходов, то он должен спешиться и руководствоваться ПДД для пешеходов. Также он должен спешиться и на самом пешеходном переходе. А на рейте тем временем долго ждать не пришлось. Вот и следующие нарушители. Также вдвоем на одном электросамокате. Сейчас лето, время средств индивидуальной мобильности, и достаточно много травм и происшествий с этим связано. Если мы с вами посмотрим статистику за последние пять лет, то количество таких трагических ситуаций увеличивается из года в год. Но растут и штрафы. Государственная Дума России приняла в первом чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов. В нем сказано, что штраф за перевозку пассажиров вырастет до трех тысяч рублей, а за пьяную езду до тридцати тысяч. В Госдуме надеются, что хоть так некоторые самокатчики возьмутся за ум. Продолжение следует... Продолжение следует...